Без 27. Мои любимые. Привет, привет. Пойдёмте. А то опаздываю уже. Я в кроссовках. Легла пять минут полежать и вообще вырубилась. Как такое может быть? Я не знаю. Замок вообще уже раздолбали. Просто невозможно. Сейчас ко мне подошёл сосед. Говорит, ну вот я так обрадовалась. Первого встретила мужика. Значит снова будет всё хорошо. Тем более сегодня пятница. Короткий день. Попросил у меня стол, чтобы я ему отдала. Я говорю, ну забирай. Начинаем утро щедрости. Люблю вас, мои родные. Доброе утро. Доброе, волшебное, прекрасное питерское утро. Всё, опаздываю уже, наверное, без пятнадцати. Ну за пятнадцать минут я добегу. С вами тем более. Вот, я в кроссовках. Не надела ботинки. Не знаю, мне как-то в них... Ну вот честно, мне их жалко. Хотя я их уже ношу пять лет, я уже говорила. Мне их жалко почему-то. Вот и в этих полегче, что ли. На улице... Ах, холодно. Очень холодно. Но я посмотрела восемь градусов. Это не очень, конечно, холодно для северных городов. Тем более для северной столицы. Смотрите, какая темнотень. Я вчера домой шла в четыре часа. Ну, после работы. И была такая темень. Как будто времени девять вечера или ночь уже. Вот правда было очень темно. И сегодня мне как ответ сразу. Я подумала, что за фигня? Почему так темно, темно, темно уже? Какой день? Второй? Или что? И я подумала, почему такая фигня? О, ведро. Мы с Соломоном, сыночком, вчера разговаривали. Я у него спрашивала, как правильно ведро по-арабски. Он мне говорил, саталь. Я говорю, так как, саталь ведро и трубы тоже саталь. Он говорит, трубы эсталь, а ведро саталь. Ах, ветер. Собачка гуляет с дядюшкой. Реально у меня ноги вот здесь, где штаны продувают. Но штаны очень теплые. И тем не менее, наверное, нужно надевать подштанники. Уже помыли. Вот. Зарплата мне вчера не пришла. Все возмутились. Потому что говорят, что вот женщина работает там 12,5 лет. Она говорит, Ириш, ну первый раз в жизни такое за 12 лет, чтобы день в день не пришла зарплата. Всегда приходит 10 числа. что-то вот такое непонятное. Но я сказала, что, Танечка, не переживайте. Все придет. Все хорошо. Вот. Потом встретила женщину. Она тоже работает в нашем офисе на третьем этаже. Кто там она, не знаю. Ну что-то там. Она говорит, встретила Татьяну. Она такая довольная. Говорит, новая девочка работает. Такая прекрасная. Я, говорит, на работу бегу с радостью, что-то просто ее увидеть. Представляете, это мне рассказывает. Прикол. Очень холодно. Наверное, мне нужно завтра пойти в галерею. Сейчас смотрела, кстати, видео Ирины Хингилайф. Она гуляет по ней. Вот. И видео Саши посмотрела. И... Еще много чего смотрела. Потом легла минуток на пять полежать. И вырубилась. Представляете, просыпаюсь через 15 минут. И так, мне показалось, что я поспала вечность. И я так испугалась. Смотрю на часы. Двадцать минут седьмого. Думаю, вхух. Я думала уже. Восьмого или девятого. И вот такая мне машинка нравится. Но вот честно, все равно Ауди больше. Все равно Ауди больше. Все равно Ауди больше. Смотрела вам своего бывшего. Готова благодарить. Хотя раньше очень на него обижалась. Считала его гадом. И под лицом. И жлобом. И лагуном. И так далее, и так далее, и так далее. А потом у меня какой-то наступил момент. Вот я не знаю. Может быть это какое-то измененное состояние. Или сознание уходит куда-то. Знаете, прячется от невозможности изменить то, чего ожидаешь там или что-то. И просто уходит во что-то настоящее. Или ангелы помогают. Я не знаю, как это объяснить. Но у меня возникло такое состояние, что я вспомнила себя до этого тела. До воплощения на земле. Вот правда. И я вспомнила момент, когда я со своим бывшим договариваюсь. Представляете, договариваюсь сыграть эту роль на земле. Чтобы он со мной вот так вот поступил. И он плачет и не хочет. Говорит, нет, я не могу тебя так обижать. А я говорю, нет, пожалуйста, иначе я себя не вспомню. По традиции. Привет. Привет, мой любимый. Класс, да? Видите, как в матрице. Красота. Я говорю, иначе я себя не вспомню, дорогой. ты должен сделать так, так, так и так. И мы обо всем с ним договариваемся. И о том, что он будет меня обманывать. И что деток у меня отберет. В общем, обо всем. Вот. Иначе, если он так не сделает, я не буду тем человеком, которым я сейчас есть. Сложно объяснить. Вот. И у меня пошли эти все воспоминания. И как будто, знаете, пришло знание, что все вот здесь, в этом моменте. Как будто весь атман смотрит через меня, а я как стеклышко. Понимаете? Или как призмочка, через которую этот атман, ну, Бог, смотрит вообще на этот материальный мир. На все миры. На все-все-все. И я увидела, что здесь все. Все Будды, о которых мы не слышали и не знаем. Все Иисусы Христы. Все-все-все, не знаю, там Цуи, Сахарова или Ельцины. В общем, все-все-все есть сейчас. И времени вообще нет. Я не знаю, это вообще очень сложно, наверное, объяснить для людей, которые не прошли этот опыт, тот, который прошла я. И когда я начинаю разговаривать со своей подругой-философом, она достаточно умный человек, она очень в уме. Она на меня смотрит, как на больную, говорит, что ты говоришь? Я тебя вообще не понимаю. У нее нет этого опыта и проживания, как у меня. И очень сложно мне ей что-то донести. Как можно уму, вот возьмите мозг и уму, объясните, что такое безусловная любовь. Когда ты любишь абсолютно все. Я вчера сижу на работе и смотрю просто на эти приборчики, которые показывают давление там в трубах, еще что-то. И я вижу, смотрю на каждый приборчик и вижу, с какой любовью все это сделано, как человеческие ручки. Откуда в них это знание и эта доброта все это сделать так красиво, так... Ну, короче, невозможно это все передать. Смотрю на любую фигнюшку и у меня так просто идет тепло по всему моему существу. Я просто растворяюсь вообще во всем. Не только во всем вот живом. Или там птичек услышала и уже я с ними, уже я птичка. А вообще во всем, даже в этих строениях, которые человек создает. Ладно, доброе утро, мои любимые. Очень-очень-очень люблю вас, спасибо, что вы есть. Я вообще читаю всегда ваши комментарии и всегда чувствую ваш отклик, даже если вы не пишете и даже если вы не ставите лайки. Это вообще не важно. А важно, что вы есть. Люблю вас. Прекрасной пятницы. Завтра выходные, ура. Может быть, в центр куда-нибудь пойдем погуляем. Пока-пока. Точно какие-то однообразные мои видео, но я имею в виду по местам. А мы теперь пойдем куда-нибудь в другое место. Пока-пока.